а также из-за того, что такие учреждения, как средства массовой информации, которые обычно требуют ответов, не делают этого. В неспециализированных западных СМИ США президента Туркменистана Гурбан Гулаберда Мухамедова часто характеризует как с талантом устраивать причудливые фотооперации. С 2016 года раздела Туркменистане на сайте The Guardian был завален видеорольками, в которых президент, вооруженный оружием, исполняет рэп-песни со своим внуком, воздвигает золотые статуи своей любимой породы собак и пробивает дырки в одной. Точно так же почти треть статей Дерь Спегель, правда, ограниченных, о стране посвящена увлечению Берда Мухамедова мировыми рекордами серии Нади Дженнифер Лопес в день рождения президента в 2013 году. Дальнейшая пропаганда сценического мастерства Берда Мухамедова для создания комедийной ценности. Простой поиск Туркменистан на YouTube дает такие видео, как «10 вещей о Туркменистане», а также сегмент с более чем 10 миллионами просмотров из американской телепрограммы прошлой недели «Сегодня вечером в прайм-тайм». О странных навязчивых идеях туркменского президента. Три самых просматриваемых видео на YouTube в Туркменистане, с общим числом просмотров 16 миллионов, следуют аналогичной схеме, отдавая предпочтение эксцентричной внешности Берда Мухамедова перед исследованием мрачных внутренностей глубоко общества. Годовой отчет Фриеда Моуси за 2020 год описывает Туркменистан государстве, где политические права и гражданские свободы почти полностью лишены, забив страну при скорбной 2 из 100 в его показатель свободы. Для сравнения, Северная Корея набрала 3 из 100 возможных баллов в том же рейтинге. Это никого не удивит, если он знает страну более чем насквозь, где нет свободы СМИ, несмотря на эти ужасные реалии, те же западные страны, которые отстаивают основные ценности либерализма на международной арене, хвалят приверженность демократии и свободе выражения мнений, продолжают поддерживать активные торговые отношения с Туркменистаном. В Европе наиболее откровенными были Великобритания, Италия и Германия. Стремясь изучить новые возможности торговли с одним из самых режимов в мире, Германия организовала туркменно-германский бизнес-форум в Берлине, предоставив предпринимателям платформу для поиска новых средств инвестирования. Италия может похвастаться самыми крупными торговыми отношениями с Туркменистаном из всех европейских стран. Пиковая стоимость двусторонней торговли составила 605 миллионов евро в 2016 году. Попытки сохранить эти плодотворные торговые отношения продолжаются, и в 2020 году был выпущен первый туркменно-итальянский бизнес-справочник, призванный стимулировать дальнейшие инвестиции. Что еще более, в период с 2007 по 2017 год Италия стала основным поставщиком из ЕС в Туркменистан, причем 76% от общей стоимости за этот период, 257 миллионов из общей суммы в 340 миллионов евро, поступила из Италии. Стремясь не отставать, в феврале этого года Великобритания направила торгового представителя премьер-министра баронессу Николсону Унтерборнскую, чтобы встретиться с представителями Министерства иностранных дел Туркменистана и ряда видных деловых кругов, чтобы обсудить будущее новых возможностей между двумя странами. Страны. Как ни странно, это было оформлено как часть повестки дня Великобритании в отношении глобальной Британии, которая якобы обязывает ее стать глобальной силой добра. Подобные утверждения выглядят еще более нелепыми в контексте готовности Великобритании продавать и технологии Туркменистану. В 2017 году количество лицензий на экспорт на 15 тысяч процентов по сравнению с 2016 годом. За один год была выдана 151 лицензия на экспорт. Это было резкое увеличение по сравнению с 80 лицензиями, выданными за все предыдущее десятилетие.